Субтитры сделал DimaTorzok Лето, а значит время пришло. Ссылка на страницу проекта, как и всегда, есть в описании под видео. Моделировать решил во Fusion 360. Набросал примерные чертежи и за пару дней спроектировал эту штуку. Итак, для сборки нам потребуется 70-мм импеллер с двигателем размера 2839 на 3200 кВт. По заявлениям производителя эта штука должна создавать тягу в 1250 грамм при питании от 4-х баночного литиполимерного аккумулятора. Обычно такие импеллеры используются при создании радиоуправляемых моделей реактивных самолетов в качестве имитации реактивного двигателя. Регулятор для бесколлекторного двигателя на 50 А. Это очень устаревший регуль, он шел в комплекте с импеллером, и я бы не рекомендовал его покупать. Подробнее об этом я расскажу в процессе сборки. Сервопривод MG996R. Это дешевая подделка, но надеюсь, его мощности будет достаточно. FPV-камера с видеопередатчиком, стандартный бюджетный комплект. Питаться все будет от 3-х и 4-х баночных литий-полимерных аккумуляторов. Аппаратура управления Radiolink AT10 со стандартным приемником. 4 миниатюрных подшипника MF63ZZ и пара шаровых наконечников. Все детали напечатаны черным и белым полоопластиком от Best Filament с 30% заполнением. Корпус судна собирается из трех частей. Я старался смоделировать все детали таким образом, чтобы все они печатались без поддержек. И у меня это получилось. Толщина дна и бортов составляет 1,5 мм. Верхняя стенка или палуба, если хотите, толщиной всего 1 мм. Потому с ней нужно быть поосторожнее, чтобы не продавить пальцем. Можно было бы сделать ее и потолще, но судно получилось и так довольно-таки тяжелым. Прежде чем приступить к сборке, я бы хотел уделить внимание спонсору сегодняшнего видео. Это сервис GLCPCB. Это один из лучших производителей прототипов печатных плат в Китае, который специализируется на их мелкосерийном производстве. Предприятие работает уже более 13 лет и оснащено самым современным оборудованием. Сделать заказ очень просто. Заходим на сайт, логинимся и загружаем архив с проектом. А затем выбираем опции. Например, можно выбрать толщину платы, ее цвет и тип покрытия. При заказе до 50 штук все платы бесплатно проверят на короткое замыкание и обрывы. Есть очень большой выбор по доставке. От простой почты до курьерских служб. На первый заказ действует скидка и в данном случае всего за 2 доллара мы получим целых 5 плат по качеству не уступающих платам в любых современных девайсах. Ссылка на этот замечательный сервис есть в описании под видео. И начинаем сборку. Первым делом склеиваем корпус. Для этого нужно использовать эпоксидный клей. Он довольно густой и должен заполнить с собой все щели, которые могут образоваться. Излишки клея пришлось счищать, а затем шлифовать наждачной бумагой. Так что я бы советовал клеить максимально аккуратно, чтобы не пришлось этим заниматься. Хотя уж лучше пусть клея будет много, чем недостаточно, из-за чего между деталями могут появиться злополучные щели. Их все равно придется замазывать. Потертости от наждачной бумаги попробую убрать при помощи дихлорэтана. Это клей и он немного растворяет поверхность пластика. Это еще тот летучий яд, так что я бы советовал использовать вместо него дихлорметан. Он не так вреден для здоровья. И толку от этого никакого. Мда. Ну что ж, будем знать. Печатные детали не герметичны изначально. Между слоями могут быть тонкие трещины или отверстия, которые могут быть незаметны невооруженным взглядом. Потому я покрою весь корпус вот таким жидким пластиком. Он используется не только для защиты компонентов печатных плат от влаги, но и для гидроизоляции различных материалов, как сказано на этикетке. Я буду покрывать в один слой, не жалея этого лака. Но в итоге на корпусе останутся потеки. Так что я бы советовал покрывать корпус тонким слоем с промежуточной сушкой в несколько слоев. Это позволит избежать потеков и гарантирует стопроцентное покрытие всей поверхности корпуса. Пока корпус сохнет, займемся защитой электроники. Всю внешнюю изоляцию следует снять и покрыть все платы тем же жидким пластиком, тоже в несколько слоев с промежуточной сушкой. С камерой стоит быть аккуратнее, чтобы не заряпать матрицу. Потому я решил не снимать линзу, а просто залил там все пластиком в надежде, что корпус линзы намертво и герметично приклеится к плате. Камеру прикрутил прямо к одной из крышек. Отверстие и нормальный крепеж закладывать не стал, потому как знаю, что большинство из вас все равно не будет лепить сюда FPV камеру. Ну а мне просто нравится цеплять эти FPV камеры ко всему подряд. Потому что почему бы и нет. Итак, корпус высох и, как я уже говорил, тут хватает потеков. А еще участок, который я покрывал дихлоротаном, очень сильно проглядывает. Это тоже будем иметь в виду. Я не особо заморачиваюсь по этому поводу, потому что это моя первая модель катера и я просто учусь в процессе. Фильтр питания для камеры зафиксировал на внутренней стороне крышки. После того, как лак высохнет, видеопередатчик и регулятор оборотов стоит защитить от пыли. Это можно сделать термоусадочной трубкой подходящего размера или хотя бы замотать скотчем. Взял на пробу вот такие закладные втулки с резьбой вместо гаек. Эти штуки удобны тем, что их можно просто впаять в пластик при помощи паяльника. Причем не обязательно делать это с обратной стороны детали. Очень быстро и надежно. На импеллере имеется передняя кромка, благодаря которой немного увеличивается максимальная тяга. Но здесь она будет мешать, так что ее нужно убрать. Благо она держится на обычном скотче. Соединять двигатель и регулятор предполагается разъемами. Это так называемые бананы. Но это не самое надежное соединение, лучше будет припаять провода напрямую. Если после подключения питания импеллер будет вращаться в неверном направлении, нужно взять два любых провода и поменять их местами. Термоусадка у меня довольно-таки тонкая, а соединения будут снаружи. Потому решил на всякий случай замотать их изолентой. Запрессовываем подшипники в верхнее и нижнее крепление для рулей. Отверстия для нижнего крепления расположены прямо на корме. Потому стоит как следует его проклеить, как и винты, чтобы внутрь не попала вода. В целом это такая себе идея, позже я переделаю этот узел и избавлюсь от отверстий и винтов. А теперь устанавливаем рули. Между рулем и креплением сверху и снизу нужно проложить шайбу М3. Оба руля соединяются при помощи штанги. Я использую для этого пару винтов М2. Здесь можно обойтись отрезками тонких гвоздей, проволоки или простой скрепкой, но винтами будет надежнее. Приемник управления. Его можно закрепить под палубой. Где-нибудь здесь можно просверлить отверстия и вывести антенны наружу для максимальной дальности. Я же не хочу сверлить лишних отверстий и спрячу антенны внутри. Сервопривод подключаем к первому каналу, а импеллер ко второму. Видеопередатчик. Его также можно зафиксировать на стенке внутри корпуса и просверлить сверху отверстия для антенны. Я этого опять же делать не буду, по крайней мере пока. На сервопривод можно установить стандартную качалку и соединить ее с рулями при помощи все той же достаточно жесткой проволоки или спицы. Я же соберу нормальную штангу из парочки шаровых наконечников и винта. Такая штанга должна крепиться к печатной качалке, стандартная уже не подойдет. Перед установкой качалки подаем питание, чтобы серва заняла среднее положение. И уже на этом моменте эта дешевая серва меня подвела. При малейшей нагрузке она клинит и жужжит. Барахло. Придется заменить ее на оригинальную серву от Tower Pro. Такую же, как и те, что я использовал при сборке шагающего УАЗа. Как видите, серва не может повернуться на 90 градусов, качалка упирается в импеллер. Столько здесь в общем-то и не нужно. Даже такой угол поворачивает рули на 35-40 градусов. Потому нужно зайти в меню аппаратуры, раздел конечные точки и на этом канале выставить их на 50% в обе стороны. Отлично, теперь качалка никуда не упирается. Для питания я буду использовать литий-полимерные аккумуляторы. У меня есть подходящие трех и четырех баночные. Пару одинаковых аккумуляторов можно соединить параллельно, тем самым удвоив емкость и, соответственно, запас хода. Сделать это можно при помощи вот такого тройника. Не обязательно паять его из разъемов, они продаются уже готовые. FPV-систему буду питать отдельно от двухбаночного аккумулятора. По поводу этих регулей, которые идут в комплекте с импеллерами. Это очень старые, очень давно устаревшие регуляторы оборотов. Их нельзя подключить к компу и перепрошить. Можно только подключить к приемнику аппаратурой и задать основные настройки при помощи манипуляций со стиками. Также эти регули не умеют тормозить моторы, могут только раскручивать. Если вы собираете самолет или подобный аэроглиссер, то это, конечно же, не критично, но какой-нибудь квадрокоптер на таких регулях собрать уже не получится. А вот современный 32-битный регулятор на те же 50 ампер. Он гораздо меньше по размеру и весит в несколько раз меньше. Единственный плюс этого старого регуля – это наличие так называемого бэка. Это встроенный понижающий преобразователь. Он выдает 5 вольт для питания бортовой электроники, такой как приемник аппаратуры управления и сервоприводы. Конкретно на этом современном регуле такой понижайки нет, но ее можно докупить отдельно. Стоит она копейки и весит грамм 5. Или можно просто найти современный регулятор со встроенным бэком. Весить он будет немногим больше. Ну и, конечно же, современный регуль можно подключить к компу через полетный контроллер, а если такового нет, то можно воспользоваться вот таким USB-программатором. Чтобы закрепить аккумуляторы внутри отсека, можно купить липучку Velcro, приклеить ворсистую часть ко дну справа и слева, а часть с крючками к каждому аккумулятору. Это также позволит немного смещать центр тяжести вперед или назад при необходимости. Чтобы следить за напряжением аккумуляторов, установлю вот такую пищалку. Она показывает общее напряжение аккумулятора и каждой банки отдельно. Здесь можно выставить желаемое минимальное напряжение, и когда аккумулятор просядет до этого значения, эта штука начнет пищать. Да, еще о рулях. Обычно такие аэроглиссеры оборудованы только воздушными рулями, так что курс они держат, ну, так себе. Да еще и могут опрокинуться при резком развороте. Потому я не только сместил центр тяжести как можно ниже, но и предусмотрел водные рули, совмещенные с воздушными. Итак, в собранном виде эта штука весит чуть больше килограмма. Прибавляем парочку четырехбаночных аккумуляторов в сумме на 3000 мАч. Получается примерно 1400 грамм. То есть, если импеллер выдаст заявленные 1250 грамм, то соотношение мощности к массе будет чуть меньше единицы. Эх, значит не видать нам вертикального взлета. Это, конечно, катер, он не должен летать, но все равно было бы здорово. Хотя, можно оставить один аккумулятор, и тогда как раз будет примерно единица. Хм. Ладно, все готово. Идем тестить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мда, эта штука просто отключилась, и пришлось за ней плыть. А водичка-то холодная. Аккумулятор разрядился едва ли наполовину. Скорее всего, проблема была в регуляторе. Его попросту залила вода. Но откуда взялась эта проблема, если он был гидроизолирован, если он был гидроизолирован, если он был гидроизолирован, как и все остальное, непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На берегу после повторного подключения Аккума эта штука ожила. Но было впечатление, что где-то в цепи плохой контакт, и мотору просто не хватает тока для старта. Если у вас есть другие варианты, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. В общем, откатать я успел только половину одного трехбаночного аккумулятора. С четырехбаночным эта штука была бы еще быстрее. Хотя в основном я не давал больше 60-70% газа. Через пару часов эта штука просохла, и все вновь заработало. Приемник не пострадал. А вот видеопередатчик сильно вспотел. Эта штука очень сильно греется во время работы, а вокруг было довольно влажно. Я предполагаю, что вода попала внутрь через отверстие, в котором находятся провода импеллера. Либо через отверстие крепления рулей. Я, честно говоря, даже не ожидал, что во время движения корма будет так сильно уходить в воду. Возможно, в этом виноваты именно водные рули. В общем, нужно провести работу над ошибками. Убрать лишнее отверстие, завести провода от импеллера через стойку, и переделать крышки, чтобы избавиться от всех щелей. Чтобы корпус был полностью герметичным. В ближайшее время я доведу эту штуку до ума. И выложу вторую часть со всеми изменениями, дополнениями и, надеюсь, более динамичными тестами. Вот такой получился видос. Не забудьте его оценить и подписывайтесь, если еще этого не сделали. А также подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе текущих проектов. Всем удачи и пока!